Когда я встречаю других людей и пытаюсь оставаться позитивным, негативные эмоции всегда берут верх. У меня не получается всё время сохранять позитивный, радостный настрой. Что я могу с этим сделать? Всё, что вам нужно сделать — быть такими, какими вы хотите быть. Какими вы хотите быть? Вот и всё. Всё настолько просто, но в то же время настолько далеко. Не так ли? Всё настолько просто. Вы же хотите быть радостными? Будьте радостными, кто вас останавливает? Нет, нет, они делают вот что. Видите ли, вы не хотите, чтобы они делали то, что они хотят делать, но вы хотите делать то, что хотите вы. Это проблема. Если вы хотите делать то, что вы хотите, вас не должно беспокоить, что другие будут делать то, что они хотят. По-другому невозможно. Свобода — это дорога с двусторонним движением, не так ли? Да? Вас кто-то мучает физически? Если да, скажите, мы вас заберём. Потому что тогда вам понадобится защита. Никто не мучает вас физически. Все просто делают то, что хотят, говорят то, что хотят, или просто говорят то, что знают, не так ли? Так кто создает этот беспорядок внутри вас? Вы сами? Где-то внутри себя вы считаете, что если вы разозлитесь, если будете несчастными, вы что-то за это получите. И иногда так и происходит. Если вокруг вас другие несчастные люди, которым не безразлично ваше несчастье, это вам что-то приносит, не так ли? Да? Если вы будете ходить по дому с несчастным видом, возможно, вы что-то получите. Но если вы будете радостными, возможно, вы ничего не получите. Не так ли? Поэтому вы научились этой уловке. Но вы должны понимать, что это палка о двух концах. Если вы несчастны, то что бы вы ни получили, это не будет иметь никакого значения. Если вы радостны и ничего не получите, ну и что с того? Вы не единственный, кто использует эту уловку. Все вокруг тоже ею пользуются. И вы всегда думали, что так и должно быть. Но чего вы хотите? Вы хотите быть радостными или несчастными? Просто будьте такими, какими хотите. Это мешает кому-то? Это мешает кому-то? Нет. Допустим, я хочу закурить. Если я сделаю так, это причинит кому-то неудобства. Но если я просто хочу быть счастливым, мешает ли это кому-то? Мешает, я спрашиваю? Будьте такими, какими хотите быть, кто вас останавливает? Вы не можете делать все то, что вы хотите. Но вы можете быть такими, какими хотите, не так ли? Да? Кто может вас остановить? Другим даже не обязательно знать, что вы испытываете радость. Если им нравятся несчастные лица, можете ходить с несчастным лицом. Если им нравятся несчастные лица, можете ходить с несчастным лицом. Но внутри вы все равно можете быть радостными, не так ли? Проведем эксперимент, хорошо? Сейчас у многих лица выглядят радостными. Я хочу, чтобы вы оставались такими же радостными, но при этом сидели здесь с несчастным лицом. Сделайте это. Прямо сейчас. Дайте я посмотрю. Не нужно мне улыбаться. Покажите мне грустные лица, оставаясь радостными внутри. Вам нужно практиковаться? Практикуйтесь. Дома вам это пригодится? Если вы все время будете ха-ха-ха, они будут с ума сходить. Иногда от вас ожидают несчастное лицо. Что в тебе такого духовного? Вся эта твоя йога только хи-хи-хи. В чем проблема? Вы должны действовать так, как того требует ситуация. Разве я не говорил об этом все время? Скажите мне, что первично? Ваше состояние или ваши действия? Что изначально? Ваше состояние. Если вы говорите, что хотите быть радостными, будьте радостными. действуйте в соответствии с ситуацией. Кому-то нравится несчастье, кому-то смех, кому-то слезы. Давайте им это. Я так и поступаю. На сатсанге вы должны практиковать жизнь. Вот для чего вы здесь. Найти истину. Это должно произойти здесь, а не когда вы вернетесь домой. Я хочу сказать, что все, что вы совершаете, это действие. Не так ли? Вы совершаете его либо осознанно, либо компульсивно. Если вы совершаете его компульсивно, вы считаете его реальностью. Но на самом деле это только действие, не так ли? Все, что вы делаете, происходит у вас в голове, не так ли? Т.е., в любом случае, вы совершаете действие. Вы можете совершать действие осознанно или компульсивно. Вот и весь выбор. Если вы совершаете его компульсивно, вы считаете его реальностью. Это глупый способ существовать. Это в любом случае действие. По крайней мере, сверчайте его осознанно. Тогда жизнь будет прекрасной. Если вы действуете неосознанно, жизнь кажется ловушкой. Это не ловушка. Жизнь – это не ловушка. Потому что выход есть всегда. Двери широко открыты. Да или нет? Да или нет? Жизнь — это не ловушка. Выход всегда открыт. Все пытаются избежать его. Нет? Это можно было бы назвать ловушкой, только если выход был бы закрыт, не так ли? Выход всегда открыт. Если вы не будете осторожны, в любую минуту вы можете погибнуть. Выход открыт. Вся ваша жизнь направлена на то, чтобы каким-то образом избежать выхода. Не так ли? Так что это не ловушка. Только если вы считаете, что все ваши действия — это реальность, тогда, по вашим ощущениям, это будет ловушкой. Что бы вы ни думали, что бы вы ни чувствовали, что бы вы ни делали, все это ваши действия. Не так ли? Да или нет? Когда вы не осознаете, что это ваши действия, вы считаете их инструкциями от Бога. Вы начинаете слышать голоса. Если вы начинаете слышать голоса, то совершенно очевидно, что вам требуется лечение. Если вы спросите у этого, оно хочет испытывать настолько приятные ощущения, насколько возможно. Не так ли? Вы хотите познать самые приятные ощущения. Не так ли? То кто вас останавливает? Нет, вот что они делают. Они делают то, что им нравится. А вы будьте такими, какими вы хотите. Если вы сделаете это, ваши действия будут зависеть от ситуации. Мы действуем в зависимости от ситуации, в которой мы находимся. Нет, нет, я хочу идти своим путем. Не бывает вашего пути. Нет, я хочу заниматься IT. Так не бывает. Вы родились в современной Индии, поэтому вы хотите стать айтишником. Если бы вы родились здесь тысячу лет назад, вы бы хотели стать рыбаком, не так ли? Да или нет? Действие должно зависеть от ситуации. Ваше состояние — это ваш выбор. Если вы выбрали для себя, каким быть, такими и будьте. А действия совершайте в зависимости от требований ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok